Дом 2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. Марина и Роман застряли в Минске. Их поездка в Вену теперь под вопросом. По утверждению Дарьи Лымарь на Сейшельской площадке введен сухой закон. Девушке уже скучно на острове любви. Психолог Дома 2 Михаил Козлов зарегистрировался в качестве кандидата в президенты. В отношениях трендов и Лидии чайчица все отлично. Леша пообещал быть шелковым и послушным. На днях в социальной сети появилась информация о том, что в периметр Дома 2 собираются пригласить маму Ольги Рапунцель. В данный момент идет активная подготовка зрителей к приезду женщины, которая станет отличным дополнением к своей дочери и поможет ей унижать Дмитренко. Пара Ольги и Димы ничем не хуже блюминкранцев, поэтому им тоже выделили отдельный дом, который они смогут делить с Татьяной Владимировной. Дима уже созвонился с тещей и попросил прощения. Поэтому в ближайшее время можно ожидать ее появления на Доме 2. Давид Анташвили выразил симпатию Елене Хроминой. Парень признался, что Лена очень красивая и необычная девушка, однако с ней не очень просто, но в то же время очень интересно. Александра Черно опубликовала фото, на котором она в компании своего бывшего парня. Девушка поинтересовалась у поклонников, симпатичный ли он, как они считают. Фанаты тут же посоветовали Черно привести его на проект и строить отношения уже под камерами. Кстати, Иосиф Аганесян, узнав, что Саша хочет вернуть своего бывшего на телепроект, задумался над тем, чтобы возобновить с ней отношения. Саша Шева сомневается, продолжает ли ей отношения с Араем или нет. В сети появились слухи о том, что Анастасия Костенко беременна и именно поэтому Дмитрий Тарасов сделал ей предложение руки и сердца. Интересная новость с сайта шлок. Роман Гриценко планирует зарабатывать большие деньги. Парень хочет полностью обеспечивать своих родителей. Сейчас его отец тащит на себе всю семью, у них трое сыновей. Гриценко хочет получить высшее образование и строить карьеру в шоу-бизнесе. Он понимает, что будет тяжело и нужны хорошие связи. Если ему поступит предложение заняться бизнесом, то он покинет ради этого проект. Сергей Кучеров уже прилетел на остров любви к Юлии Ефременковой. Ребята планируют участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион», однако пока не до конца уверены, стоит ли принимать участие. Бывшие участники Иван Барзиков и Лиза Полыгалова тоже изъявили желание поучаствовать в конкурсе. Ребята планируют вернуться на проект. Илья Ебаров решил отказаться от своей медийности. Мужчина заявил, что уходит навсегда. В ближайшем будущем на телевидении покажут несколько выпусков с его участием, после чего наступит полный конец. Кибаров признался, что хочет жить как обычный человек и завязать шоу бизнесом, который, по его словам, переполнен грязью. Наш герой обещает посещать церковь и стать настоящим христианином, а в своем последнем посте в социальной сети попросил прощения у тех, кого обидел. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!